Евросоюз должен наконец-то принять принципиальное решение и закрыть порты для российских судов. Остановить транзит товаров и любую экономическую деятельность с Россией. Ограничение потока денег за российские энергоносители не имеет альтернатив. Можно спросить, каким должен быть формат. Полный эмбарго на поставки или программа вроде нефть в обмен на продовольствие. Но это необходимо. Возвращаемся к разговору с Альфредом Кохом. Вы хотите, чтобы я прокомментировал это? Да. Возможно ли транспортное эмбарго? Да ради бога. Просто для России это будет не очень существенный урон. Дело в том, что Россия резко сократила импорт. И поэтому уже в связи с этим транспортные перевозки сократились. А основной экспорт она осуществляет либо по трубопроводам, либо по танкерам нефть возит. И танкер продается уже, так сказать, находясь в океане. Поэтому там непонятно, чья это нефть. Если говорить чисто о трубопроводной нефти, то она составляет от силы 15% российского экспорта. Поэтому на 15% русские сократят экспорт нефти по трубопроводам, если Европа объявит эмбарго. А нефть в рынок она будет продавать, потому что, как вы знаете, те санкции, которые ввел Запад против России, они же дырявые. К ним не присоединилась Латинская Америка, к ним не присоединился Китай, Индия. Огромное количество стран, которые будут продолжать покупать русскую нефть. Так а нефть-то откуда, где ее наливают в танкеры в основном? Что-что? Где нефтеналивные порты основные? В городе Приморск Ленинградской области, в городе Новороссийск Краснодарского края и так далее. Там они, так сказать, наливают эту нефть. И когда танкер выходит, они его продают. А куда он пойдет? В Рио-де-Жанейро, в Роттердам или, так сказать... А есть ли перекрытие для российских танкеров движения по проливам? Ну, я думаю, что это... Не знаю. Ну, можно поговорить с Эрдоганом, можно поговорить с Данией, но я не думаю, что это вообще соответствует каким-то, так сказать, самым основам международного права. И, по-моему, по... Ну, я плохо разбираюсь в международном праве, но я думаю, что это может расценено быть как акт агрессии, в соответствии с классификацией ООН. Потому что это, очевидно, гражданские суда, и почему их нужно останавливать, не очень понятно. Это же не военные корабли. Ну, или не принимать их в портах. Ну, ради бога. Ну, вот в Европу пойдет нефть из Саудовской Аравии, а туда, где шла нефть из Саудовской Аравии, пойдет русская нефть. Ну, Жень, вы же прекрасно понимаете, о чем я говорю. Я-то понимаю. Многие вопросы, которые я задаю, я знаю ответы на эти вопросы, Алик. Дело в том, что мне хочется, чтобы зрители послушали вас. Нефтяное эмбарго малоэффективное, и это выстрел в ногу, так сказать. Путин меньше нефти продавать не будет, он будет продавать просто в другие рынки. Может быть, он пойдет на какой-то дисконт, но при нынешних ценах на нефть этот дисконт все равно его озолотит. Скорее, эффективнее будет газовое эмбарго, потому что оно в большей степени привязано к трубопроводному транспорту. Россия очень мало делает сжиженного газа. Новотек чуть-чуть делает, еще чуть-чуть. По силе Сибири в Китай продает. Но в целом основная масса экспортного газа идет, конечно, в Европу. Если Европа от него откажется, то это будет, в общем-то, не очень сильный, но удар по карману Путину, по моим подсчетам, процентов 15-20 валютных доходов у него, так сказать, уменьшится. Но с учетом того, что у него импорт упал, то валютный баланс будет примерно тот же самый. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok